Российские войска усиливают активность на восточном и южном направлениях, продолжая наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Противник пытается отыграться за свои поражения, вводит новые колонны техники и ищет резервы. В свои войска захватчики пытаются забрать мужчин из времена оккупированных регионов. В Генштабе вооруженных сил Украины заявили, что по всей территории Украины сохраняется постоянная угроза ракетных обстрелов. В Чернигове второй день подряд продолжают разбирать завалы стадиона имени Гагарина. Его российские оккупанты бомбили три дня подряд в начале марта. Расчистку проводят работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и более ста горожан-добровольцев, которые помогают спасателям. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Фейсбуке сообщил, что разрушенный россиянами стадион поможет восстановить Германию. Уже достигнута соответствующая договоренность. Также в Чернигове сейчас расчищают дорогу в Киев и строят проезды у разрушенных мостов. Сейчас с нами на связи Владислав Атрашенко, мэр Чернигова. Владислав Анатольевич, здравствуйте. Вы слышите нас? Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Украина. И здравствуйте, все зрители. Сначала о возмездии хотелось бы с вами поговорить. Украинские пограничники обнародовали видео задержания пилота Су-34, который когда-то бомбил кварталы Чернигова. Как можете прокомментировать эту новость? Для нас это не новость. Мы видели падение этого самолета. Самолет был сбит над городом. И он приземлился в жилом микрорайоне. Он упал на жилой дом. И, кстати говоря, он упал на дом многодетной семьи. Это депутат областного совета. В общем-то, летчик бомбил днем, когда летчики России рассказывают, что им доводят координаты, по которым они не знают, что они бомбят, то вот здесь, как раз, очевидно, вскрылось это вранье. Потому что среди бела дня в безоблачную погоду не было ни единого облака. Ясно солнце светило. И как раз летчик видел, куда он сбрасывал бомбу. Он сбрасывал бомбу на жилой микрорайон Черновула. Раньше, кстати говоря, он был именован, это Улиса Бойкова, это герой революции, так горячо любимая Путина. Поэтому, когда, в общем-то, речь станет об обмене военнопленными, то горожане очень просят, и я передаю просьбу всех жителей города Чернигова к президенту Украины. Мы понимаем важность обмена военнопленными, но мы просим не продешевить с этим подонком, который убил десятки и десятки мирных людей абсолютно осознанно. И не принимать поспешных решений. Конечно, желательно, чтобы этот негодяй еще и принял участие в восстановлении города. Да, да, вот после войны немецких военнопленных заставляли отстраивать города, которые они разрушили. Ну, в Киеве это соцгородок, в Донецке там, там, не нажался, немецкий городок. Может, и он просто работает. С особым кощунством звучал его вопрос, когда ему дали телефон позвонить родным. Вот я видел это видео, и он там спрашивал о здоровье сына, там, то ли Петеньки, то ли Коленьки. Как его здоровье? Вы понимаете, у меня все переворачивалось в сердце и в голове. То есть это человек, который убил десятки людей. Он не поинтересовался здоровьем и состоянием раненых, которые он оставил, или родных погибших. Вы понимаете, это подчеркивает лишний раз, что российская армия – это террористическая организация, а Россия – это страна-террорист, и Россия совершает геноцид в Украине. И за это она должна нести ответственность, в том числе финансовую. Скажите, пожалуйста, мы называли цифру 700 погибших мирных жителей в Чернигове. На данный момент какая у вас информация? Эта цифра уточняется, это общая цифра. У нас есть разночтение этих цифр с военными, потому что я считаю, что часть горожан, которые ушли на передовую и погибли на передовой, я их считаю горожанами, а военные их считают военными. Поэтому общая цифра, она превышает 700, из которых 73, если я не ошибаюсь, человека – это люди неопознанные. То есть факт смерти зафиксирован, это наши люди, наши граждане, но это неопознанные граждане, и примерно до 45 человек – это люди без вести пропавшие. Это люди, которых еще не нашли под завалами, потому что они на высоких этажах, и технически это очень тяжело разобрать. И второе – это тот случай, который я рассказывал, когда мужчина пришел встречать жену из кардиологического диспансера, со смены с ее рабочей, позвонил ей, что я вот нахожусь возле схода «Выходи», и как раз вот случилась эта бомбардировка этого же Красноярцева, и он сгорел, просто физически он сгорел, и никаких следов не осталось, потому что высочайшая температура в месте падения бомбы – это может быть тысяча или выше градусов, и никаких следов нет. И таких смертей очень много, и юридически очень тяжело доказать факт этой смерти. Поэтому суммарно вот такие цифры – 700 с лишним, 700 плюс погибших, из них 73 человека – это люди, которые личность их не установлена. И плюс к этому, возьмем так, 45, возможно, больше людей без вести пропавших. Вот вероятность, как они пропали, я вам примерно рассказал. Скажите, пожалуйста, какие сейчас главные направления по восстановлению города? Вот вас, как городского головы… Самое важное, что я хочу сказать, это я хочу поблагодарить, поклониться до земли, и высказать слова солидарности и благодарности харьковчанам, и воинам, которые защищают Харьков, и харьковчанам, и мэру, и всем мариупольцам, которые в окружении, жителям и воинам, которые защищают все города, Запорожскую область, Николаев. Сегодня вы берете на себя основной удар, и сегодня то, что Чернигов может дышать и находиться без бомбардировок, это благодаря вам. И мы с вами солидарны, и я не знаю, вот я сегодня, я бы хотел, вот чем я могу помочь Мариуполю окруженному, вот дайте информацию Чернигов, даже в этом состоянии, который есть, мы готовы эту помощь оказать. И всем эта война едина для всех. И мы это прочувствовали, и в свое время на наши головы неделями падали бомбы, снаряды, и творился ужас. И сегодня мы очень благодарны и слова солидарности выражаем защитникам. А то, что сегодняшние наши задачи, прежде всего, с пониманием того, что не закончилась война, и мы говорим только лишь о каких-то самых дешевых, самых примитивных ремонтах, чтобы обеспечить работу критической инфраструктуры, обеспечить максимальный процент подачи воды, подачи газа, подачи электроэнергии, максимальному проценту за минимальные деньги. Отдельная ситуация – это подача тепла, потому что уничтоженный у нас ТЭЦ, которая значительную часть города подавала тепло, была разрушена обстрелами в самые морозы, и разморозились внутренние домовые сети, тепловые, ну, внутренние домовые сети. И нужно их исследовать. И даже, может быть, это не такие дорогие работы, как магистральная сеть, но это очень трудоемкие работы. У нас нету даже сегодня этих работников, ни своих, ни... Владислав Анатольевич, вот я как раз об этом хотел спросить. Вы накануне у нас тоже в эфире говорили, да, здорово, что теперь открыты подъезды к городу. Возможно, заставить гуманитарную помощь, медикаменты. Но в то же время вы обращались к офису президента и указывали на то, что, чтобы отстраивать город, необходимы материалы, необходима техника, необходимо очень много там стеклопакетов, потому что выбиты везде окна. Вот такая помощь сейчас поступает в ваш город? Ну, вы знаете, мы, значит, максимально, мы все контакты, всю гуманитарку, значит, чтобы у нас не было конкурентности, и сегодня закон выписан так, что этими работами занимается военная администрация, я все это отдал военной администрации. И по линии военной администрации мы ожидаем помощи государства, мы дали перечень всех материалов необходимых. Безусловно, ну, конечно, это не очень рационально, потому что вот мы практики, мы понимаем, что, с одной стороны, концентрация ресурса и управленческого финансового в критические моменты – это правильно, однако, ну, сегодня любые работы нужно оценивать в рамках отдельных проектов, то есть они в количестве килограммов гвоздей, или количестве шурупов, или метрах квадратных, там чего-то. Поэтому вот в этом есть такие технические моменты, однако же, то есть мы сейчас ничего этого не обсуждаем, мы ждем любую помощь и готовы помогать, либо сами распределять для того, чтобы максимальное количество сжатой сроки проблем устранить, прежде всего, население, там, где нет стекла, значит, забить фанерой, чтобы люди могли зайти в квартиры не очень поврежденные. Отдельный вопрос, конечно, это жилье, это возобновление жилья, у нас не может эксплуатироваться более 10 тысяч квартир, и надо сносить минимум 100-120 домов, многоэтажных, многоподъездных. И даже снесение этих домов, которые среди живого массива, это достаточно серьезная проблема, и технологически она серьезная. Поэтому население и в основном жилье частного сектора очень много уничтожено в пригороде. Это то, где мы рассчитываем на поддержку государства. У меня была встреча с президентом Украины, я чрезвычайно благодарен президенту Украины за его поддержку и понимание того, что Чернигов, который стал на защите Киева, он не может быть брошен в этой ситуации. Президент дал слово поддержать Чернигов, и я верю его слову. И я думаю, что эта помощь будет потихоньку, по мере возможности финансового государства и технической приходить. Есть логистические небольшие трудности, потому что та дорога, которая есть... Но это не просто трудности, мы вообще в военное время живем. Конечно, сложно все отстраивать под угрозой повторных ракетных обстрелов. Да, логистика не позволяет присылать большие фуры, 20-тонные. Это есть большая проблема с дохождением полноразмерных фур. Это проблема и весовая, и габаритная. То есть между блокпостами эта фура не выворачивает. Поэтому это и торговые сети имеют эти проблемы, потому что они малотоннажные машины, эта логистика еще удорожает в несколько раз. В общем, я вам скажу так, на фоне идущей войны и на фоне тех проблем, которые имеет государство, мы готовы сегодня эти проблемы решать. Это не глобальные проблемы. Спасибо. Спасибо за вашу решительность и за мужество. Спасибо. Владислав Отрошенко, мэр Чернигов, был с нами на связи.